В музыкальной палитре концерта «Реквием» о памяти погибших, звучащих в стенах государства и филармонии, было много произведений, созвучных печали и скорби. Дирижерами оркестра стали Анатолий Судаков и народный артист Абхазии Давид Терзян. За дирижерский пульт они вставали по очереди. Мы в прошлом году приезжали на вот эту траурную дату нашей капеллы, государственной капеллы Москвы. Вместе с хором и нашим оркестром исполняли мессу Шуберта. В этом году мы решили сделать немножко иной концерт инструментальной музыки. Будут представлены разные инструменты, духовые, струнные, фортепиано. Уникальный состав оркестра состоял из духовых и струнных инструментов, благодаря чему зрители могли насладиться классической музыкой из произведений Моцарта, Баха, Шуберта, Вивальди и Малера. Главным номером, вызвавшим бурю аплодисментов зрителей, стало выступление виртуозного 19-летнего музыканта Никиты Крохина, исполнившего аранхуэский концерт Родриго для гитары с оркестра. Когда мы ехали в Абхазию на пути в Сухуми, я увидел очень много разрушенных сооружений, зданий. Я видел, какой урон был нанесен этому государству. И я надеюсь, что своей музыкой мы выразим уважение к людям, к народу, который живет здесь. В прошлые годы сохранилась присущая концерту «Реквиему» традиция совместного выступления приглашенных музыкантов с абхазскими артистами. Каждый год мы стараемся отметить эту дату концерта. Мы классическую музыку играем, как принято всегда в таких ситуациях, в таких памятных датах. Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова приезжает в Абхазию с подобным концертом не впервые. Музыканты постарались передать свои эмоции в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии через музыку. Мы не первый раз уже участвуем в таком концерте. В прошлом году мы были тоже на концерте, приезжали по поводу этой даты. Когда проходят такие концерты, конечно, это что-то особенное. И впечатления, и эмоции. Эта страна очень дорога нашему сердцу. Полный зал с восторгом приветствовал артистов, награждая их бурными аплодисментами. Огромнейшее спасибо организаторам данного мероприятия за столь огромный вклад в нашу культуру, за то, что в преддверии огромнейшего события в нашей республике сделали такой огромный подарок. На протяжении полутора часов зал наслаждался прекрасной музыкой, вспоминая героев и военные события, которые явились одновременно символом трагичности и героизма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова